Вариантов следующего поединка русского витязя несколько. Все, очень сложные и интересные. После суперэффектной победы над Дилианом Уайтем статус Поветкина подскочил до недосягаемых раньше высот. Теперь Александр, 11-й в рейтинге пункт фори-пункт и первый среди россиян. Он завоевал серебряный пояс WBC и стал обязательным претендентом на мировой титул. Вариантов продолжения карьеры у него сейчас несколько, один интереснее другого. Вопрос, который нужно закрыть сразу, возможный бой с Усиком. О нем снова написали СМИ, на этот раз с подачей издания Ринг Польска. Увы, этого боя не будет. Во всяком случае, сейчас в него абсолютно невозможно поверить, и причина здесь политическая. По всем спортивным раскладам такой поединок напрашивается. Усику прежде чем драться за мировые титулы нужно провести пару боев с топовыми претендентами, Поветкин, как раз такой. А теперь он еще и серебряным поясом владеет и статусом временного чемпиона мира обладает, не соперник, а мечта. Не будь Усику украинцам с принципиальной позиции, этот бой был бы уже в разработке, но Александр не раз давал понять четко и ясно, с Поветкиным драться не будет, так как бой будет сопровождаться политическими провокациями и грязью с обеих сторон. Пока никаких изменений в его позиции нет. Кстати, сам Поветкин, когда его спросили про возможный бой с Усиком полгода назад, поддержал мнение украинского коллеги тоже сказал, что сейчас этот бой лучше не проводить из-за политической ситуации. Да и не нужен этот бой Витязю. Усик, не чемпион мира, он сейчас находится ниже Поветкина в рейтингах, а шанс проиграть очень велик. Лучше уж дождаться победителя очередного боя Фьюри, Уайлдера подраться с тем, кто выиграет. Денег можно заработать на таком бое больше, к тому же есть шанс завоевать полноценный мировой титул. Кому-то жам, что бой Усик, Поветкин маловероятен, потому что рейтинги были бы сумасшедшими. Все постсоветское пространство посмотрело бы, шумиха была бы не слабее, чем перед Кличко, Поветкин. Но, с другой стороны, по спортивной точке зрения бой вряд ли был бы намного интереснее, чем московский поединок в 2013 году. Скорее всего, это был бы односторонний и скучный бой в пользу Усика, он все атаки, ни Уайд, на месте не стоял бы. Вероятность Лаки Панча против Усика намного ниже, чем против практически любого бойца на планете. Самый вероятный претендент на бой с Поветкиным прямо сейчас, ни Фьюри и ни Уайлдер, как должно быть по рейтингу, а Делиан Уайт. Дело в том, что контракт оставлял право британской стороне на реванш в случае поражения, и можно не сомневаться, что Хирн для своего подопечного постарается его организовать. Он уже пообещал Делиану, что попробует сделать этот реванш в декабре. Поветкин заявил, что готов дать Делиану реванш, но в действительности лучше Александру этого не делать. Первый бой хотя и завершился для российского бойца триумфально, подавляющим преимуществом. По ходу поединка владел Уайт. Если бы второй нокдаун в четвертом раунде случился не за 11 секунд до гонга, а на полминуты раньше, никакого пятого раунда, вероятно, не было бы. Александру немного повезло, он сам этого не скрывает, но два раза подряд везет не так часто. Если в реванше Поветкин проиграет Уайту, то никаких титульных боев с Фьюри или Уайлдером ему не видать. А для карьеры, наследия и финансового благополучия Александра лучше бы их провести. Идеальным сценарием было бы заплатить Уайту с херным неустойку и отказаться от реванша. Любые контракты нарушаются, если есть соответствующая сумма на счету. Так что расклад таков, скорее всего, Александру предстоит снова бой с Уайтом, но есть вероятность, что все-таки в команде Витяза решат сразу выходить на Фьюри или Уайлдера. Под занавес карьеры это были бы потрясающие вызовы для Поветкина. Терять ему было бы абсолютно нечего, выходи и дерзай. Фьюри склонен к недооценке соперников, с маленькими ребятами вроде Чисеры, Хомера или Канингема он дерется спустя рукава, пропускает прилично. А что бывает, если залетает крюк от Поветкина, причем с любой руки, мы все видели. Если Уайлдер в третьем бою победит Фьюри, а такая вероятность тоже есть, то мы можем увидеть бой, которого так ждали еще в 2016 году, Витязь против бронзового бомбардировщика. В 2016 в Москве их шансы вообще котировались как почти равные. Сейчас будет немного иначе, но опять же, удар Поветкина, это не шутки, а защиту Уайлдера как раз порой выглядит анекдотично. Так что шансы были бы и там. Впрочем, это все просто рассуждения. В ближайшее время Александр сам расскажет о своих планах. Редактор субтитров А.Семкин